И всем привет, ребят, с вами Стервайк, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен долгожданному событию, а именно первому набитому трофею на пушку Фриз. И этот трофейчик набыл... Кто? Кто мог набить этот трофей? Ну, конечно, самый жесткий игроман в нашей игре, сын фермера. Только что вот я вышел с голоса, посидел с ребятами, которые тестировали это устройство, записали мне фрагменты для видеоматериальчика. Ну и разберем все это в рамках видоса. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 млн кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас только в аккаунте QS, Тима личный, Тэг, Тэг, Тимпэ. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполните форму, которая есть в описании. Что же касаемо набитого трофейного устройства, то начнем, ну так сказать, по очереди. Первый фрагментик у нас, где Макс забирает свой трофейный фриз, это чтобы кто-то не думал о том, что он трофеи-то там не набил, либо это не трофейное устройство, либо там еще что-то в этом духе. Вот он четко забирает трофейного своего замечательного фриза, ну и появляется у него это устройство в гараже. Что касаемо его дополнительных возможностей, их крайне мало, и Макс остался очень жестко недоволен тем, и считает, что это трофейное устройство является супер-супер слабым относительно всех тех устройств, которые были трофейные до этого в нашей игре. Ну и вот, получается, по баллону у нас есть преимущество у этого фриза, и есть преимущество по заморозке. То есть это устройство трофейное включает в себя два дополнительных устройства, ну как устройство, две дополнительных возможности. То есть первое это шоковая заморозка, и эффект, можно так сказать, полной заморозки танка, такой же, как у шока. И увеличенный баллон. И это все. И это все трофейное устройство. То есть здесь, по сути, даже тестировать больше было нечего. Дальность у этого устройства точь-в-точь такое же. Сейчас будет тоже фрагмент с дальностью. Ну и вот, получается, единственное преимущество, это то, что у тебя в два раза больше баллон, и то, что за счет этого большого баллона у тебя есть возможность, ну чисто в теории, быстрее уничтожать противников. Хотя, в принципе, у фриза и так баллон большой, и и так на нем можно очень жестко наваливать. То есть быстрее чуточку будешь сливать противника, да. Что касаемо дальности, то вот здесь вот четко видна дальность всех фризов. То есть ребята тестировали все фризы с одинаковой дальностью. Ну и вот вы видите, вот как дует фриз. Здесь дальность фриза четко одинаковая. Да, то есть ничего здесь нету, никакого дополнительного преимущества у этого трофейного устройства. И оно является полностью одинаковым со всеми остальными фризами. Единственное, только вот видите, у ребят баллон закончился, а у Макса еще баллона было в два раза больше. Да, то есть в два раза больше у этого трофейного устройства есть баллон. Но это вот одно из главных, так сказать, преимуществ этого устройства. Но если, например, сравнить с тем же адреналином, да. То есть если вот брать адреналин и брать фриз трофейный. То есть адреналин будет переигрывать, переигрывать один на один трофейное устройство. Да, у тебя есть шоковая заморозка. Да, это плюс. Но этого, очевидно, супер мало. Супер мало, если тебе адреналин дефолтный может переиграть трофейное устройство. А на трофейное устройство надо было набивать, попрошу, 5 миллионов. 5 миллионов очков надо было набить, чтобы получить устройство, которое слабее, чем адреналин, который можно было купить за кристаллы. Да, то есть в моем понимании, такое устройство, как в таком устройстве дополнительный урон 100% должен быть включен. 100%. Вот это просто железобетон, то что он должен быть. Иначе какое преимущество? Да, то есть у нас выходит трофейное устройство на Изиду, которое в свою очередь включает просто нереальнейшее большое количество всяких разных бонусов и компонентов. И потом выходит трофейный фриз, у которого шоковая заморозка и у которого просто баллона больше. И все. То есть в моем понимании дефолтный адреналин будет сильнее этого фриза. Ну и есть у нас вот еще один получается фрагментик с накидочкой урона. Ну и вот получается на, ну сколько, ну на пару секунд. На пару секунд у тебя будет быстрее уничтожение противника. Да, у тебя есть больше баллона, ты можешь несколько целей сразу уничтожать, но вы тоже должны понимать, что по вам-то урон тоже будет накидывать. Да, и это не то, что вы там едете, респы чистите просто пустых танков. Да, здесь у вас есть, как говорится, противник, который по вам тоже будет накидывать урон. Соответственно у вас реализовать ваше вооружение будет тоже намного-намного сложнее. Соответственно, соответственно, что можно сказать и что можно подвести как итог этого устройства. Макс набивал его, как он сказал, на протяжении 9 месяцев, да. На протяжении 9 месяцев человек бил 5 миллионов очков, он набил трофей и получил устройство, которое слабее адреналина. Сильно? Я считаю, что это очень сильно. Это вот прям вот то трофейное устройство, которое должно было быть. Поэтому, что я могу сказать? Во-первых, нужно, чтобы Орех подбалансил это устройство, да, иначе смысл и интерес набитие трофеев теряется. Ну, очевидно, да, то есть Макс фулл тилт, просто фулл тилтище. Поэтому нужно подбалансить. В моем понимании можно просто добавить дополнительный урон, либо добавить функцию адреналина в это устройство. И все. Этого будет вполне достаточно. Чтобы это устройство уже смотрелось хорошо. Шок есть. Возможность заморозки хорошая есть. Дополнительный баллон есть. Добавь дополнительный урон. И это устройство засияет новыми красками. И оно не будет какой-то супер имбой. Да, оно будет просто хорошим, интересным устройством, которое стоит набивать в виде трофеев. То есть у нас была эзида трофейная с супер дальностью, супер уроном, супер баллоном, супер вообще всеми параметрами. Ее поднерфили, и она все равно остается имбовым устройством и имбовым трофеем. В чем проблема? Сделать хотя бы немножечко сильнее трофейные устройства. И в принципе балансить трофейные устройства так, чтобы они были чуть лучше обычных устройств. И чтобы в них был интерес и мотивацию ребят набивать. Но пока это очевидно самый слабый трофей, который есть у нас в игре на сегодняшний момент времени. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Шоковая заморозка плюс увеличенный баллон против адреналинчика, который адреналинчик выигрывает трофейное устройство. Это нормально или нет? Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Поддержите видос лайком. Пишите все свои мысли в комментариях к этому видеоролику. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.